Во все времена 929-й ГЛИЦ ВВС был надежной авиационной опорой страны. В Азовчакаловском практически автономный центр, ведущий испытания и оценку вертолетных авиационных комплексов самолетов первоначального обучения, самолетов ВТА, их оборудования и вооружения. Также здесь испытываются авиационные и ракетные двигатели, системы жизнеобеспечения и спасения экипажа летательных аппаратов. Оценивается возможность десантирования, авиатранспортабельность техники сухопутных войск ПВО, ВДВ и РВСН. Испытания всей той летной техники, которую мы видим по телевизору, проходят именно здесь. В 2016 году учреждение отмечает 55-летие. Щелковской земле очень повезло. Повезло, что мы непосредственно, мы все, наверное, своими такими кровеносными сосудами пронизаны авиацией. Вы ставите на крыло всю нашу практическую реацию. Знаем, что каждый из вас, сидящий в зале, внес вклад в это. На сегодняшний день в центре служат 700 человек. Это дружный, сплоченный коллектив, состоящий из высокопрофессиональных кадров. Это дружный, сплоченный коллектив. Летчик-воспытателей, обыкновенных летчиков строя, гражданского персонала, инженеров-воспытателей. То есть это, может быть, по меркам Министерства обороны, может быть, подразделение небольшое, но он достаточно работоспособный, сплоченный, готовый выполнять большие задачи. За годы легендарной истории в сфере развития авиации нашей страны сделано немало. Стоит особо упомянуть 1932 год. Именно с этого периода испытательная организация перешла с ходынки на территорию Щелковского района. И оборонный комплекс, и народное хозяйство невозможно представить без авиации. Особый вклад в которую внес 929-й ГЛИЦ. По традиции сопровождали юбилей, концертные номера и церемония награждения. И, конечно, звучали поздравления. Среди присутствующих на юбилее был и герой Российской Федерации, полковник, летчик-испытатель Анатолий Андронов. Его фамилия, как и другие, составляют славу ГЛИЦа и всей российской авиации. Это замечательное событие. Несмотря на то, что это 55 лет, но на самом деле это большая, действительно, веха в деятельности нашей испытательной организации. Немало славных имен вошли в историю Центра. Здесь служили и продолжают служить ответственные, а главное, влюбленные в свое дело люди. Бесстрашные, прошедшие ни одну военную кампанию. Они всегда понимали, за ними страна, ее честь и слава. Большое спасибо командованию, конечно, командиру, всему руководящему составу, что вот они так вот всех собрали. Какие люди видели, какие люди здесь, герои там все. И очень приятно все это ощутить и очень все трогательно. Среди награжденных Сергей Жеребятиев, старший инженер отдела летных испытаний. В этом центре служит с 1991 года. Начинал бортовым техником на вертолетах. При мне проходило как раз вот время шло Афганистана. Дорабатывались Ми-24 вертолеты. Потом, значит, ушел в отдел автоматизированных систем управления и связи. При мне начиналось как раз очки ночного видения на Ми-8, на Ми-24, которые оказались очень востребованы. Сегодня, вспоминая не только годы динамичного развития, но и сложные переходные 90-е, можно сказать, что, несмотря на все трудности, авиация продолжает развиваться. Благодаря этим людям и стальные крылья страны гордо несут знамя славы и чести. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова